Ольга Леот, Ильгизар Менгалеев, Андрей Формагин и Игорь Никитин здесь гости частые. Депутаты знают о нуждах эколого-биологического центра и даже аппетитах его питомцев. Как известно, здесь обитает масса живности, которую необходимо обеспечивать кормом. Для кур, кроликов, шиншилл народные избранники привезли пшеницу, комбикорм, а еще горшки для рассады. В этом учреждении дети познают как животные, так и растительный мир. Мы решили уделить внимание данному учреждению, потому что такое учреждение с таким видом деятельности у нас в городе Сучи одно. Эти дети всегда не пройдут мимо животных, именно больных животных, а это нужно воспитывать в каждом человеке с раннего детства. И именно вот такой любовь к природе, к любовь к животным эти дети пронесут всю оставшую свою жизнь. Это не первая наша встреча, и мы с ними будем встречаться и дальше, и будем с ними сотрудничать. Ну а что касается подарка самому учреждению доп. образования, то он традиционный финансовый. Полмиллиона рублей было выделено на сантехническое оборудование, частично было заменено отопление на более энергоэффективное. На будущий год мы также закладываем 500 тысяч рублей для дальнейшего улучшения этого центра. В эколого-биологическом центре имени Сергея Соколова школьники не только учатся, но и трудятся. Дел на территории немало. К примеру, старшеклассники здесь работают в период летних каникул, ухаживают за растениями и животными. У нас достаточно много животных, и есть как присмыкающиеся, так есть и пушные, там кролики, у нас есть птички, курочки, всякие шиншиллы и прочее. И вот они привезли им угощение. Мы очень благодарны депутатам нашего городского собрания, благодаря которым мы свои санузлы смогли отремонтировать, смогли отремонтировать отопление. Вот нам сегодня его дали, и сейчас нам уже получше, чем было еще вчера. И на следующий год у нас тоже большие планы, и нам тоже выделили деньги. Я благодарна от имени всего нашего учреждения всем депутатам нашего округа. Выражаю благодарность Ольге Владимировне Леот, Менгалееву, Фармагину и Никитину. Спасибо большое. Поддерживать юных сочинцев и их наставников сегодняшние гости центра считают своей главной миссией и сотрудничают со всеми учреждениями образования, расположенными в 8-м избирательном округе. Это 4 школы, 6 детских садов и 5 внешкольных учреждений. Мы гордимся этим, депутаты нашего округа, что каждой школе мы выделяем по 1 миллиону рублей в год. Мы выделяем внешкольным учреждениям, стараемся выделять ежегодно по 500 тысяч, по 300 дошкольным учреждениям. И вообще, одной из самых главных задач своих мы считаем, это социальная помощь, конечно, учреждениям социальной направленности. И это правильно, на наш взгляд. Как потратить денежные средства, которые депутаты выделили на следующий год, в эколого-биологическом центре еще не определено. Ясно лишь одно – средства пойдут на благо как юных сочинцев, так и их меньших братьев. Елена Овсецина, Инга Габеш и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.